Я зашел взять сигареты. И вот что представляет из себя в Соединенных Штатах Америки магазинчик при заплатке. То есть вот здесь можно купить за доллар такие сосисочки, такие сосисочки, ну, как доги. Вот. То есть, ну вот, блин, у них здесь кофемашина закрыта. Ну вот, пожалуйста, можно любую колу. Купить здесь. Ну, здесь вот у них холодильник с соками, с молоком, со всем прочим. Вот. Ну, это пастхуд здесь. Вот. Так что вот у них холодильник идёт с водой тоже, с соками. Вот. Энерджайзеры всякие. Ну, пожалуйста, здесь можно купить вино, пиво, как вы видите здесь. Это оптовая продажа ящичками. Вот. Вот, пожалуйста. Карвана и Хейнекен 12 бутылок, 13.99. То есть, чуть больше доллара. Вот. Вот ITM машина, чтобы снять кэш. Вот. Вот здесь, пожалуйста, можно любое кофе себе налить. Капучино, френч-ванива, карамель. Так что, вот, сигареты можно купить. Вот ликер. Ликер стоит, пожалуйста. Можно купить себе любое. Это всё на заправке. Вот. Ну, всё. Вот, выхожу я сейчас с магазинчика. А тут, конечно, когда я шёл, меня поразило. Вот, смотрите. Стоит какая-то гора, на которой вот антенны стоят, всё прочее. И всё, и сделали какую-то достопримечательность. Сейчас я попробую зум включить. Да, вот смотрите. То есть, блин, как бы какой-то отвал или гора, не могу понять. Вот здесь находится вот это. И там, я смотрю, граффити какое-то сделано. Всё. Ну, в общем, так, в пейзаж вписывается более-менее, знаешь. Цены здесь очень хорошие на бензин по сравнению с Нью-Йорком. В Нью-Йорке сейчас бензин 3,70 стоит. Здесь вот именно в этом месте 3,45. Это уже хорошо. То есть, на одном галлоне это чуть меньше 4 литров. Экономишь, ну, где-то 25-30 центов. То есть, это очень хорошо. Ну, ладно. Выключаю, потому что у меня нет зарядного устройства с собой. Почему нет, в конце поймёте.